МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Пугающий смог. В Рязани ликвидировали ночной пожар повышенного уровня сложности. Интерактивный спасатель МЧС выпустил специальное мобильное приложение. Как приготовить рассольник в невесомости? Космонавты на МКС раскрыли школьникам свои секреты. Гиды с глазами. Один из главных символов Рязани уйдет в народ. Сегодня ночью Рязани буквально накрыло тяжелой завесой дыма. Полыхнуло на производственном складе одного из промышленных предприятий. Сообщение на пульт МЧС поступило в полчетвертого утра. На место пожара выехало 22 единицы техники. Подробности далее. К моменту приезда пожарных внутри вот этого здания трубного завода уже было пекло. Очаг пожара, похоже, был в электрощитовой. Дверь в нее особо не пострадала. Но именно это место больше всего напоминало доменную печь. На пожар выдвинулось больше 20 единиц техники. По периметру работали 65 человек. Исполняющий обязанности начальника Рязанского МЧС прибыл на место одним из первых. Полной амуниции. На всякий случай. На месте пожара организована работа трех боевых участков. Площадь пожара 1500 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. На месте пожара погибших и пострадавших нет. Локализация возгорания заняла у боевых расчетов примерно три часа. В отдельных случаях использовали даже кран. Некоторые бойцы работали практически прямо в огне. Пока что причины возгорания пожарные не озвучивают. Следствие только стартовало. Для установления причины пожара и ущерба на месте работы специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели управления надзорной деятельностью и практической работы. Полностью пожар ликвидировали ближе к полудню. Но картина по-прежнему выглядела пугающей. И в чем-то даже апокалиптической. Такого смога над городом не было как минимум лет 10. И ехавшим на работу людям пришлось изрядно поволноваться. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Убытки от пожара еще не подсчитаны. Но их наверняка было бы меньше. Используя сотрудники пострадавшей компании, специальное мобильное приложение. МЧС России разработало его как личного помощника. Сервис поможет сориентироваться и мгновенно найдет информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Приложение бесплатно и доступно для скачивания каждому. Максим Яковлев все разузнал. Что нужно делать при травме, а чего ни в коем случае нельзя. Как быть, если заблудился в лесу? На эти и другие вопросы приложение МЧС даст ответы человеку, если он, например, забыл их из-за стресса. Сервис не только в один клик поможет вызвать службу спасения, но и при необходимости сделать видимым для представителей экстренных служб собственное местоположение. Приложение определит геолокацию потерпевшего и передаст координаты спасателям. Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать в формировании культуры безопасного поведения как среди взрослого населения, так и подрастающего поколения. Приложение поможет сориентироваться мгновенно и найти доступную информацию о действиях в чрезвычайной ситуации. Будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В повседневной жизни медицинские навыки людям редко нужны, но ситуации бывают всякие, жизнь непредсказуема. Если, например, человек стал свидетелем ДТП с потерпевшими, которой необходимо сделать искусственное дыхание, то приложение проконсультирует и мгновенно научит приемам первой помощи. Тестовая версия сервиса включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В первой помощи содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшей до прибытия медицинских работников. На карте риска содержится оперативная информация об угрозах природного и тихновенного характера. В разделах проверки своего готовности и проверки своего знания носят интерактивный характер и содержат чек-листы о проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧАЭСам. Мобильное приложение от МЧС доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store. В перспективе в сервисе появится новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А эта новость не порадует жителей частных домов. С 1 января следующего года им запретят сжечь костры на территории своего участка. Запрещается, цитата, «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого места, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия». Конец цитаты. Вне закона теперь и свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам недвижимости. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 26-го года. За их нарушение штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае пожара до 5 тысяч. Впрочем, как в любом правиле, здесь есть исключения. Жарить шашлыки, разжигать мангалы будет разрешено, но лишь на расстоянии 5 метров от построек и дальше. Активисты российского движения «Школьников» вышли на связь с Международной космической станцией. Ребята увидели, как работают и готовят в условиях невесомости. К прямому эфиру с космонавтами присоединилось более 7 тысяч учащихся со всей страны. Сегодня у нас большие пленарные курсы с космической кухонкой. Мы будем готовить рассольник с мясом. Нам понадобятся рассольник сам и космические ножницы. Открываем упаковку. Сдаем наш стойк. Внимательно считаем инструкцию. Добавить 150 миллилитров горячей воды. Опять берем космические ножницы. Открываем упаковку и добавляем воду. Сергей Курц-Сверчков прямо сейчас находится на орбите. Школьники в прямом эфире классного радио РДШ с интересом наблюдают, как он готовит в условиях невесомости. Процесс приготовления рассольника на МКС кажется настоящим приключением. Космонавту нужно следить за тем, чтобы капли кипятка случайно не разлетелись по всей кабине. Как мы знаем из книги «Автозрога по галактике», полотенце – это самая необходимая вещь в занятии межзвездных путешественников. Прошло 10 минут. Наш рассольник с мясом готов. Ставим космическую ложку. Обратите внимание на длину ручки. Приятного аппетита. Школьники не только вышли на связь с МКС, но и пообщались в студии классного радио РДШ с героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Он поделился занимательными историями, которые происходили с ним на космической станции. Как-то мы, наводя порядок на станции, нашли две бадминтонные ракетки. Думаем, классно. И устроили первый в истории бадминтонный матч в космосе. Причем мы не придумали ничего лучшего, как сделать это в 11 часов ночи в американском сегменте, когда американцы уже спали. В общем, это было так смешно и так азартно, что мы перебудили всех американцев. Они пришли болеть. И потом, кстати, матчи продолжались. Даже был матч пара на пару. Герой России Сергей Рязанский рассказал школьникам, что космонавт должен быть мастером на все руки. Ведь если что-то случится во время полета, бригаду ремонтников вызвать не получится. Так что, заключил он, если вы хотите стать летчиками-космонавтами, нужно хорошо учиться. Олеся Котровская, телекомпания. А у нас в Рязани грибы с глазами. Этот, можно сказать, народный рефрен в следующем году наконец-то станет официальным брендом города. Статуэтки грибов установят практически везде, и они станут своеобразными гидами, повествующими об истории места и их локации. Ну, а пока что всех героев можно увидеть лишь в одном месте. Марина Комиссарова знает где. Как оглянуться назад и увидеть Рязанское княжество или губернскую Рязань? Архитектура, памятники и книги расскажут о событиях минувших дней. Хранителем памяти, мудрецом, скульпторы Полина и Василия Горбунова изобразили один из колоритных образов, которые по задумке станут только началом большого проекта и первыми представителями в целой галерее образов. Это не просто маленькие скульптурки, которые появятся в тех или иных местах, где мы можем их увидеть, но мы их еще должны отыскать. Они небольшого размера, и они находятся в том месте, которое будет интересно для наших туристов. Вот, например, гриб-коробейник появится у торговых рядов, то есть площадь Ленина. И, соответственно, ту тематику, ту стилистику, которую он несет, он будет рассказывать о бывшей хлебной площади. Впервые мысль о продвижении такого символа, как грибы с глазами, в качестве отличительного знака города возникла в сообществе краеведов. Вы знаете, если бренд пошел, «Рязань грибы с глазами», их едят, они глядят, их берут, они берут, их моют, они новят. Как раз этот ряд показывает все на многообразии земли Рязанской, ну и нашего города заодно. Тут и спорт, и летопись, библиотеки, мастеровитости рязанских людей, культура, через театральную жизнь спускаемся вниз с комарохом, ну и хлебная тема, которая должна помочь насытить наше города не просто объектами, а вернуть ему статус древней, древней столицы, огромной рязанской земли. Администрация города идею поддержала, пригласили известных рязанских скульпторов, и в результате совместного, бурного обсуждения родились колоритные образы, характеризующие город. Гриб-мудрец мне больше всего понравился, он как-то очень легко нашелся. Вот он сидит, пишет летопись рязанскую, там написано, что когда образован был город Рязань, вот у него помощники, мышка здоровья, лягушка богатства. Ну мне больше вот косопус вот этот нравится, он такой бравый, он как бы такой на все руки мастер, он веселый какой-то. Она тебя похожа. К моменту установки пяти грибов будут разработаны карты, маршрут с подсказками, аудиогид, презентационный буклет, а рядом с грибами будет располагаться QR-код, по которому можно перейти в группу ВКонтакте «Узнай Рязань». Свои места в разных точках города грибы займут летом, и между собой больше не увидятся. А вот у жителей и гостей города будет возможность познакомиться с ними уже в контексте городского пространства. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Для всех тех, кто уже задумывается о новогоднем столе, будет полезна эта информация от Рязанского управления Россельхознадзора. В результате рейдов инспекторы обнаружили точки продажи поддельной красной икры. Фальсификаторов поймали на улице Дзержинского, на маркировке их товара значилась ложная информация об изготовителях. Оборот небезопасной продукции был пресечен, изъято 53 банки красной икры. Возбуждено дело об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора предостерегает жителей Рязани от покупок деликатесов с рук у сомнительных лиц, торгующих на улице без документов. Красный экран, о банках которой в качестве изготовительного указаны ООО «Персей» и ООО «Сахал», является фальсифицированной и опасной. И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин